В туман седой Встречай, жена, встречай, волна, а за волнами ждет война. Родной Британии холмы, дождитесь нас, вернемся мы, А ты, плесни, шепни, волна, кого из нас возьмет война. Ранним утром 7 сентября 1941 года, вон там, на аэродроме Ваенга-1, который находился всего в 40 километрах от линии фронта, готовились встречать, нет, не немецкие бомбардировщики, а 24 британских истребителя «Харри Кейн». А в это же время вон там, далеко в море, за 33-м меридианом, британский авианосец «Аргус» на полном ходу разворачивался против фетра, чтобы дать возможность этим истребителям взлететь. Начиналась первая в истории совместная военная операция советских и британских ВВС. Палуба авианосца не была приспособлена для взлета «Харри Кейнов», да и летчики опыта пилота в палубной авиации не имели. Сложности добавляла рампа – крутой наклонный пандус метровой высоты в конце палубы. Первый «Харри Кейн» снес шасси, а рампу, едва не рухнув в океан. Уже над самой водой летчику удалось выровнять машину и подняться в небо. Пилот второго самолета видел, что произошло, но предпринять уже ничего не мог. Он с трудом справился с ударом, но также удержался в воздухе. Авианосец был небольшим, и для того, чтобы взлететь, у нас было всего 100 метров полосы. Надо честно признаться, торжественная встреча прошла как-то скомканно. Дело в том, что музыканты оркестра, которые должны были исполнить гимн «Боже, храни короля», забыв о своих обязанностях, открыв рот вместе со всеми, наблюдали за тем, как первый «Харри Кейн» садится на брюхо, не выпуская шасси. А их у него просто не было. А затем, на брюхо, поднимая фонтаны грязи, садится вторая машина. К счастью, посадка остальных 22 самолетов прошла в штатном режиме. «Харри Кейн» вынес на себя основную нагрузку в битве за Британию. Теперь этот истребитель должен помочь Советскому Союзу выстоять в самый тяжелый период войны. Ночь 22 июня 1941 года выдалась для британских островов на редкость безмятежной. В небе над Англией не появилось ни одного немецкого самолета. А в 3.30 утра звонок из Министерства иностранных дел разбудил Джона Колвилла, личного секретаря Черчилля. Германия напала на СССР. Черчилль выслушал эту новость с мрачной улыбкой и попросил передать руководству BBC, что он будет выступать на радио сегодня вечером. Узнав о нападении на СССР, Черчилль испытал сильный душевный подъем. Гитлер повернул свои войска на восток, а значит, о вторжении в Англию можно на некоторое время забыть. Он давал 500 к 1, что русские будут драться до конца, а значит, он, Черчилль, сделает все, чтобы им помочь. На вопрос, а как же быть с вашей давней ненавистью к большевикам, премьер-министр ответил, что если Гитлер вторгнется в ад, он пропоет панигирик в честь дьявола. В первый день войны летчики 72-го смешанного авиаполка ВВС Северного флота Василий Воловиков и Борис Сафонов у полуострова Рыбачий вышли на перехват немецкого бомбардировщика. Летчики открыли огонь с большой дистанцией и вели его до полного израсходования боекомплекта. Однако задымившему «Юнкерсу» удалось скрыться в облаках. Вечером того же дня Сафонов берет белую краску и кисть и на правом борту истребителя пишет «За ВКПБ» Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. А на левом борту самолета появляется надпись «Смерть фашизму». А все знают, что не в характере Бориса Феоктистовича давать пустые обещания. Борис Феоктистович Сафонов – выпускник Качинской военной школы летчиков. На Северном флоте с 1939 года. С июня 1941-го командует эскадрильей 72-го смешанного авиационного полка. Настойчив, обстоятелен, скромен, имеет выдающиеся организаторские способности. 24 июня Сафонов на своем И-16 вылетел на перехват разведывательного «Юнкерса-88». Подойдя на минимальное расстояние, сбил его с первого же захода. Советский катер, подошедший к месту падения вражеского самолета, подобрал лишь резиновую шлюпку и парашют. Первый успех в воздухе. Сафонов – герой дня. Но, думаю, не только одного дня. Он вообще всеобщий любимец, этот типичный русак из-под Тулы. Отличный, волевой летчик. Надо не упускать его из виду, нацеливать людей на учебу у него. Побольше бы нам таких соколов. Победа Сафонова имела весьма неожиданные последствия. Узнав о том, что все сухопутные немецкие самолеты оснащены резиновыми лодками, командующий Северным флотом адмирал Головко заявил – полезное, надо перенимать. И приказал оснастить всю нашу авиацию, летающую над морем, надувными средствами спасения. Мурманск. Наши северные ворота в Атлантику. Порт, который не замерзает никогда, даже при морозах, в минус 50 градусов. Не случайно, что еще в Первую мировую войну царская Россия именно через Мурманск и Архангельск получала военную помощь от Англии и Америки. В общей сложности около одного миллиона тонн грузов. История не должна повториться, считал Гитлер. Мурманск должен быть захвачен в самом начале кампании. За два месяца до начала операции «Барбаросса» фюрер встретился с генералом Эдуардом Дитлем, командующим горным корпусом Норвегии. Именно его корпус должен был захватить Мурманск. Гитлер мало знал об условиях войны в Арктике, и Дитль постарался красочно описать проблемы и трудности, с которыми предстояло столкнуться. Вокруг Мурманска на 100 километров тянется тундра. Это безжизненная территория со скалами и осыпями, разрезанная несметными реками и озерами. Летом тундра превращается в болото, населенное комарами и гнусом. Зимой – в ледяную пустыню со снежными бурями. Это ад на земле, и лучше там не воевать. Вздор, мой дорогой Дитль! Вы легко преодолеете эти смешные 100 километров, сказал фюрер, отдавая приказ начать наступление 28 июня 1941 года. Главная роль в поддержке горных стрелков, естественно, отводилась авиацией. 28 июня 1941 года на Крайнем Севере, одновременно со стремительным продвижением горного корпуса генерала Дитля по суше, начались массированные удары с воздуха. Малочисленность наших истребителей восполнялась интенсивностью полетов. Летчикам приходилось делать по 6-7 вылетов в день. Самое большое, что мы в силах сделать в настоящее время, это послать подводные лодки для перехвата германских транспортов вдоль арктического побережья и минный заградитель с различными грузами в Мурманск. Мы также изучаем в качестве дальнейшего шага возможность базирования в Мурманске нескольких эскадрильй британских самолетов-истребителей. 23 июля 1941 года Черчилль распорядился готовить к отправке в Россию две эскадрильи истребителей «Харрикейн». Это была наша главная задача — отправиться в СССР, чтобы помочь русским. Но была и другая причина. Если бы мы не стали помогать, то и сами оказались бы в большой беде. Операция получила название «Сила Бенедикта». Основные задачи следующие. Первая — передача и помощь в освоении английских истребителей советскими летчиками. И вторая — посильное участие в обороне Мурманска, потому что потеря этого незамерзающего порта ставила под удар поставки военных грузов из США и Великобритании. 28 июля 1941 года в ангаре аэродрома Леконфилд, недалеко от Йоркшира, собралось 500 человек. 38 из них были пилоты-истребители, остальные — техники, механики и обслуживающий персонал. Никто не знал, зачем их здесь собрали. Кого-то отозвав из боевых частей, кого-то из отпуска, а кого-то из резерва. Поговаривали, что всем им предстоит принять участие в некой секретной миссии. Но вот в какой, когда и, главное, где эта миссия состоится, вот этого никто не знал. Вот так в составе королевских ВВС появилась новая тактическая единица. 151-е авиакрыло. У меня был отпуск, и я отправился к родителям в Бирмингем, Бонвиль. Полиция приехала к нам домой. Они оставили телеграмму, в которой сообщалось, что мне следует незамедлительно вернуться в воинскую часть. Я не знал, зачем. В состав авиакрыла вошли 81-е и 134-е эскадрильи под командованием майоров Рука и Миллера. Почти все летчики имели боевой опыт. Кто-то уже записал на свой счет сбитых немцев, а кто-то, наоборот, уже покидал горящую машину. Все они были молоды, средний возраст, 21 год. А вот география пилотов была очень разношерстной. Англичане, шотландцы, уэльстцы, канадцы, австралийцы, поляки, один родезиец и ирландец. Сержант Хоу по кличке Балагур тут же назвал авиакрыло «Лигой наций». Командовал авиакрылом подполковник Генри Невил Гайнс Рамсботом Ишервуд, новозеландец. Он был очень хорошим командиром и держался от нас на расстоянии, пока не происходило нечто важное. И тогда он приходил и наставлял или ободрял нас. В пользу командира без сомнения говорил тот факт, что никто из пилотов 151-го крыла, даже один из лучших истребителей, сержант Хоу, прозванный за свои бесконечные шуточки и розыгрыши Балагуром. Так вот, никто ни разу не прошелся по фамилии командира Рамсботом Бараназадов. Чарльтон Хоу. Королевских ВВС с 1939 года. Свой боевой счет открыл в ходе битвы за Британию, но и сам был сбит. Спасся на парашюте. Педантичен, самоотвержен, обладает прекрасным чувством юмора. На следующий день подполковник Ишервуд собрал всех в общежитии и сообщил, что задание действительно секретное, поэтому все отпуска отменяются, выход за территорию запрещен, письма будут подвергаться цензуре. Да, и еще, всем получить тропическую форму и сделать прививки от лихорадки и малярии. Еще через несколько дней только летчикам командир по секрету признался, что тропическая форма и прививки — это маскировка. Их отправляют на самый север СССР, в Мурманск, место, которое все, кроме русских, зовут «Ледяным адом». Канадец Джимми Уокер не удержался и воскликнул, «О, Господи, на что балагур Хоу!» Ему тут же ответил, «Воистину, ты высказался за нас всех». Мы хотели вырваться на мороз, знаете ли. Нам очень не терпелось туда, где все происходило. Когда мы узнали, что едем в Россию, это было здорово. Часть летчиков отправили на комфортабельном, бывшем круизном лайнере «Лан-Стефан-Кассел» — самом большом корабле из вошедших в состав первого конвоя союзников «Дервиш». Поскольку Мурманск мог быть захвачен в любой момент, конвой взял курс на Архангельск. Но самым приятным был не комфорт размещения, а тот факт, что судно до захода в Англию успело пополнить продовольственные запасы в Южной Африке. Во время войны англичане не голодали. Но их рацион питания, смею вас уверить, был очень и очень скудным. А тут практически без ограничений. Джем, грейпфруты, масло, яйца, мясо и рыба. Возникало ощущение, что жизнь начинает налаживаться. Это были тяжелейшие времена. Тогда, в 1941-м. Как вам наверняка известно, немцы наступали на СССР со всех сторон. Нас отправили на помощь и сказали, что мы не имеем права сдать Мурманск, чего бы нам это ни стоило. В конце августа надолго установилась нелетная погода. Сафонов распорядился устроить на краю аэродрома стрелковый тир. В качестве мишеней использовали бронеспинки немецких кресел и бронещитки двигателей. Стреляли под разными углами и с разных расстояний. Выяснилось, с 300-400 метров пули оставляют только вмятины. Подходить нужно гораздо ближе, чтобы бить наверняка. «Юнкерс-88» и «Мистер Смитт-110» — самолеты довольно живучие. И стрелять по ним с расстояния более 300 метров — занятие бесполезное. Огонь рассеивается, и вероятность попадания уменьшается. Поэтому я прежде всего стараюсь сократить дистанцию до 200 метров. А иногда и меньше. Куда целить? Раньше я начинал бить по пилоту. А он маневрировал, чтобы я был мишенью для его стрелка. Тогда я стал вначале бить по стрелку. Стрелок-то ближе к хвосту, его легче достать. А замолчал стрелок — все, машина на твоем боевом щиту. Из-за постоянного осматривания в бою пилот натирает шею воротником кожаного реглана. Сафонов одел всю свою эскадрилью в шелковые шарфы. Для него вообще не было мелочей. Он срезал все застежки с летного шлема, заменив их на кнопки, потому что так быстрее. Его расправленная парашютная система висела на ветке березы рядом с истребителем, потому что так удобней. С момента получения приказа на вылет до выруливания на старт у Бориса Феоктистовича уходило 60 секунд. В начале августа ИС-16 Сафонова вступил в бой с двумя мессершмиттами. Когда из облаков вынырнул третий, Сафонов имитировал паническое бегство, а затем неожиданно сбросил скорость и позволил мессеру проскочить мимо себя. Поймать врага в прицел и всадить в него бронебойную очередь было для Сафонова делом техники. 9 августа 1941 года эскадрилья Сафонова вылетает на перехват 60 немецких бомбардировщиков и истребителей, которые пытаются прорваться к базам Северного флота в районе Ваенги. А через два дня Совинформбюро сообщило. Попытка крупнейшего за время войны налета немецко-финских самолетов на район Мурманска скандально провалилась. Во время воздушного боя наши истребители сбили в воздухе 13 немецко-финских бомбардировщиков. Три вражеских самолета подбила зенитная артиллерия. К концу августа 1941 года на счету Бориса Феоктистовича 130 боевых вылетов, 11 сбитых самолетов противника. На тот момент он самый результативный советский летчик-истребитель Великой Отечественной войны. Про него много пишут в газетах. Появляется даже шутка. В небе Сафонов атакует фашистов, а на земле его атакуют журналисты. Политуправление Северного флота выпускает листовку «Бить врага по-сафоновски». 31 августа корабли, входящие в состав конвоя «Дервиш», вошли в устье Северной Двины. И бросили якоря у портового района Архангельска Бакарица. Очевидное соображение секретности никто из руководства порта не знал о подходе конвоя, поэтому все два километра причальной стенки были забиты лесом, металлоломом и тарой. Трое суток все работники порта, студенты архангельских техникумов и британские летчики расчищали площадку, после чего ящики с 15-ю хорикейнами были благополучно выгружены на берег. Из Архангельска часть британской группы улетела в Мурманск на военно-транспортных Дугласах. Большая часть ушла морем на двух английских эсминцах. А сто человек отправили поездом, сказали, что ехать в общем-то недолго, трое суток. Правда, сухой паек выдали на неделю. И, надо сказать, оказались правы, потому что поезд шел до Мурманска ровно семь дней. На одном из полустанков вагон с англичанами больше часа простоял напротив санитарного поезда. Культурный обмен не заставил себя долго ждать. Русские солдаты в бинтах и повязках с улыбками поднимали большие пальцы вверх. А британцы научили их своему жесту. Виктори. Победа. Единственный аэродром Архангельска находится на острове Кега. Всего в полутора километрах от центра города. В то время это самый большой аэропорт в области. Здесь огромное летное поле и гавань для гидросамолетов. Именно сюда, прямо на берег, сгрузили все ящики с самолетами, которые 30 британских техников во главе с инженер-лейтенантом Гиттенсом должны были собрать в кратчайшее время. Поселили британских техников и летчиков здесь же, на борту древнего, еще колесного парохода «Иван Каляев». Англичане назвали его «Миссурискоу», «Шаланды Миссури». Очевидно, название навеяно романтикой рассказов Марка Твена. Но в первую же ночь отечественные клопы развеяли романтику и вернули их к реалиям советского Заполярья. Правда, клопов потом быстро потравили. После того, как вскрыли ящики с самолетами, выяснилось, у англичан тоже есть понятие «головотяпство». Почти половина инструментов, необходимых для сборки самолетов, забыли погрузить в Ливерпуле. Лейтенант-инженер Гиттинс передал эскизы инструментов своим советским коллегам. И менее чем за сутки здесь, на заводе «Красная кузница», изготовили новые комплекты, включая уникальные ключи для крепления пропеллера. Не случайно позже в Англию уйдет депеша с такими словами. Русские способны работать по 14 часов под проливным дождем, без технической документации и штатных инструментов. И делают это весьма эффективно. Русские сделали гаечный ключ за одну ночь. И на следующее утро, пожалуйста, ключ, работайте. Через 9 дней все 15 «Харикейнов» усилиями британских и советских техников были готовы. Летчики занимали места в кабинах. Они были уверены, в качестве сборки их волновало другое – качество топлива. Дело в том, что высокооктановый бензин, на который были рассчитаны самолеты, подвезти не успели. Я летел из Архангельска на Ваенгу. Топливо было на нуле. Я знал, что парень в конце летной полосы стоял с красным сигналом. Мне показывали красный свет, что означало, что я осуществлял посадку без разрешения. И я подумал, мне все равно, что вы показываете мне красный. Я иду на посадку. Я вполне неплохо приземлился. 7 сентября 72-й смешанный авиаполк перебазировался на соседний аэродром Ваенга-2. Ваенга-1, как наиболее подготовленный аэродром командования, отвело союзникам. Аэродром Ваенга-1. Самый крупный на всем Северном флоте. Строили его непосредственно перед войной, поэтому к сентябрю 41-го здесь, кроме длинной взлетно-посадочной полосы, не было ничего. Ни ангаров, ни капониров, ни рулежных дорожек, зато ориентиры очень удобные. Один конец упирается в озеро, а второй конец полосы — в залив. Я не мог связаться с землей и сказать, дайте мне направление к дому, потому что связь не работала. Мы улетали к морю, смотрели на линию берега, и по береговой линии определяли, где находимся и как добраться до аэродрома. Это был единственный способ. Но когда лег снег, не осталось никаких ориентиров. Только лед и снег. Никаких рек, потому что они все замерзли. Как я уже говорил, ангаров на Ваенге не было, а укрытия для хоррикейнов были очень нужны. Об этом полковник Рэмсботом Ишервуд сообщил сопровождавшему его генералу. Никаких проблем, укрытия будут. А когда? Завтра к обеду. Очень скоро из леса вышло тысяча рабочих, одетых в черное. Они были вооружены лопатами, топорами и пилами и стали очень быстро копать углубления, накрывая их крышей из березовых досок и дерна. Когда работа была сделана, они просто растаяли в лесу так же внезапно, как и появились. Конечно же, все догадались, что это были за люди. Палагур Хоу тогда еще грустно пошутил, пожалуйста, напомните мне, если я вдруг забуду, никогда не попадать в группу русских рабочих. Местность вокруг была холмистая, и они пристраивали сооружения к склонам. Мы направляли Харрикейны в эти убежища и занавешивали вход. Так что снаружи самолеты нельзя было увидеть. Это была отличная маскировка. Для того, чтобы максимально обезопасить объекты в случае воздушного налета, их рассредоточили по аэродрому. Офицерский Кремль, общежитие летчиков, столовая, столовая клуб и землянки технического персонала находились на расстоянии полукилометра друг от друга. Много времени уходило на дорогу, да и дороги были вне классического английского понимания. Британцам пришлось выучить такие слова, как «грунтовка» и «тропинка». Во время дождей поверхность летного поля превращалась в вуха боеволны, и тогда центральная часть аэродрома напоминала стиральную доску. Англичане шутили. На Ваенге опытный летчик должен беречь себя только в двух случаях – при взлете и при посадке. 8 сентября немцы начали третье, самое мощное наступление на Мурманск. И снова уперлись в советскую оборону. Выбить красноармейцев из укреплений могла бы авиация, поэтому командование Люфтваффе бросило в бой около сотни бомбардировщиков. Главная задача – прервать сообщения Мурманска с линии фронта. Советские истребители сражались на пределе, в небе кипела многочасовая битва, собачья свалка, как называли ее военные летчики. Немцам так и не удалось разрушить мосты, и боеприпасы из Мурманска продолжали поступать на передовую, а сформированная в городе из краснофлотцев и заключенных полярная дивизия по уцелевшим дорогам была легко введена в бой. 11 сентября англичане начали знакомиться с районом боевых действий. В течение дня группы по 4 «Харикейна» вылетали к линии фронта. Ведущими этих групп были наиболее подготовленные пилоты из эскадрильи Бориса Сафонова. На обратном пути один из английских пилотов вырвался вперед, и покачиванием машины с крыла на крыло предупредил ведущего группы Захарова. Мистер Шмидт и справа. И тут же умчался им навстречу, остальные, естественно, последовали за ним. Немцы боя не приняли, ушли в западном направлении, но этот эпизод дал четко понять нашим пилотам. Британцы, настроенные решительно, будут драться и избегать столкновений не планируют. Замечательное настроение было в тот вечер у всех нас, североморцев и англичан. Здесь, в суровом Заполярье, над свинцовыми волнами Баренцевого моря, над гранитными сопками, каждый из нас защищал свою родину. Москву и Лондон. В этом мы были твердо убеждены. Нас было пятеро в воздухе, когда мы нарвались на этих немцев. И не поверите, офицеры так сердились, потому что они там рассиживали в столовой. Мы только-только вышли сменить их на обед, и нам досталось самое пекло. Дымные разрывы зенитных снарядов указали британцам местонахождение вражеских самолетов. Это были 6 «Юнкерсов-87» и 1 «Хеншель-126». Их атаковали советские истребители И-16 «Сафонова». Для них это был уже второй бой за день. Топлива у советских машин оставалось мало, а с запада приближались еще немецкие самолеты. Пять истребителей «Миссершмитт-109» и один «Хеншель-126». Помощь англичан пришла вовремя. Балагур Хоу первым пошел в атаку. Очереди из 12 пулеметных стволов «Харикейна» впились в крыло «Миссершмитта» и огненный шар из обломков вражеского самолета рухнул на землю. Внезапно один из «Харикейнов» задымил и устремился к земле. Это был истребитель друга Хоу, Нормана Смита. Хоу видел отверстие в кабине и огонь. Смит пытался открыть фонарь кабины, но безрезультатно. Он не мог выбраться наружу, а совершить аварийную посадку было негде. Самолет Хоу сопровождал Смита до самого конца. Нормана Смита, которому было всего 20 лет, хоронили на следующий день, 13 сентября. Гроб накрыли британским флагом, вручную сделанным советскими военными специалистами. А на похороны пришло большое количество местных жителей. Сержант Хоу, земляк Смита по Йоркширу, вспомнил его фразу «Если я погибну, а вы будете плохо воевать, я вылезу из могилы и хорошенечко врежу вам локтем». Хоу тогда добавил «Не волнуйся, мы будем воевать так, чтобы ты никогда этого не смог сделать». После внезапных сентябрьских метелей наступила оттепель. Летное поле в Ваенге превратилось в кашу. Для того, чтобы самолеты не клевали носом на рулении, сюда на хвост сажали двух механиков. Они должны были спрыгнуть по команде летчика непосредственно перед взлетом. 27 сентября лейтенант Викберг, очевидно из-за усталости, такую команду дать забыл. И начал разгон с сидящими здесь механиками Ридли и Томасом. Спрыгнуть они уже не могли. После отрыва от земли из-за нарушения центровки самолет завалился и упал на землю. Викберг получил ранение, а Ридли и Томас погибли. Уже неделю немцы безрезультатно пытаются прорваться к Мурманску. Дитль принимает решение бросить на нашу линию обороны всю авиацию, которая есть в наличии. Советским бойцам кажется, что вражеские самолеты непрерывно висят над передним краем. На отражение налета вылетают 7 истребителей Северного флота. Командир Борис Сафонов. Но очень скоро выясняется, силы не равны. На 7 наших самолетов 32 бомбардировщика и 20 истребителей противника. Сафонов дает команду строить карусель. Это групповой горизонтальный вираж, в котором каждый летчик прикрывает хвост впереди идущего товарища. Было уже сбито 4 немецкие машины, когда Коваленко просигнализировал Сафонову о приближении мессершмиттов. Сафонов собрал группу и устремил нас навстречу фашистским истребителям. Они шли парами, лобовой атакой. С обеих сторон понеслись трассы. Мы не дрогнули. Дрогнули немцы. И строй их рассыпался. 16 сентября 1941 из Москвы приходит новость. Капитану Сафонову указом Президиума Верховного Совета присвоено высокое звание Героя Советского Союза. А 72-й авиационный полк, его Сафоновский, награжден Орденом Боевого Красного Знамени. При освоении Харикейна Борис Сафонов использовал принцип индивидуального обучения. Для этого вместе с командиром 134-й эскадрильи, майором Тони Миллером и переводчиком, они для начала облазили весь самолет, после чего Сафонов забрался в кабину и стал спрашивать о предназначении приборов и механизмов. Затем обратился через переводчика к Миллеру. «Правильно ли я понимаю, что...» Через 15 минут сафоновского монолога майор Миллер прервал его и попросил передать капитану Сафонову, что он может совершенно спокойно вылетать на Харикейне. «Любой полет для капитана Сафонова не представлял никаких проблем. Мне кажется, он бы не хуже летал, даже если был бы слепым. Взлететь на Харикейне — нет проблем. В любых летных условиях, даже когда ни один летчик не решился бы поднять самолет в небо». Один из Харикейнов вывели на старт. К нему подошел Сафонов в летном костюме. Англичане высыпали на аэродром, чтобы увидеть взлет советского летчика. Сафонов с первого раза поднял в воздух Харикейн и на высоте 450 метров, не убирая шасси, сделал три круга над аэродромом. А затем пошел на посадку. Впечатление от первого полета было слегка испорчено немного неуклюжей посадкой. Но когда Сафонов зарулил на стоянку и спрыгнул с крыла, он тут же оказался в руках у английских пилотов, которые стали подбрасывать его к небу и кричать «All right, Сафон!» Very good, Сафон! Неоднократно в дневниках британских летчиков мы встречали высочайшую оценку к качеству тех продуктов, которыми их обеспечивала советская сторона. Особенно они отмечали свежайшие яйца и ветчину, не догадываясь, что к этому времени Архангельск и уж тем более Мурманск находились как минимум на полуголодном положении. Еда, которой нас кормили в первые дни, эту еду невозможно забыть, потому что у нас была икра, и копченая рыба, и ветчина, и вино. В общем, у нас было все, хотя и недолго. В один из дней англичане заявили, что отныне они будут приносить с собой и уносить приборы и посуду, чтобы облегчить жизнь работницам столовой. В чем им было категорически отказано? На вопрос, почему, кто-то находчиво ответил. А у нас в Советском Союзе со своей посудой ходят в гости только к старообрядцам. Первый снег на Ваенге выпал уже в сентябре и значительно усложнил взлеты и посадки, но добавил впечатлений и даже скрасил бытовые сложности военного времени. Дважды в неделю мы выезжали в баню, чтобы вымыться, потому что там, где мы жили, воды не было и умывались снегом. Но чтобы получить воду для мытья, нужно много снега. Добираться до бани было тяжело. Задача была принять душ, потом мы проводили минут 20 в парной и выскакивали оттуда прямо в снег. Первыми британцами, которые решили познакомиться с таким понятием, как русская баня, были Хоу и Картер. Взяв с собой смену белья, они погрузились в грузовичок и через 20 минут были в поселке Ваенга. Правда, при этом, как заметил Картер, они не пропустили ни одного ухаба. Был и пикантный момент. Там хозяйничали девушки, наверное, уже не очень молодые. Женщины, которые следили за этой парной. У них были такие прутья, знаете, как метлы у ведьм. И они хлистали нас этими метлами по мягкому месту. За баней присматривала дама. И у нее был... Вы знаете, что такое березовый веник? Вот у нее был веник. И такое ей доставляло удовольствие охаживать этим веником 20-летних мальчишек. Вот так, раз, раз, а мы вопили. Я уверен, ей было очень жаль, когда мы уходили. На Ваенге советские летчики впервые познакомились с английской игрой дартс. Причем, не зная, что это игра и каковы ее правила, все почему-то решили, что это авиационный тренажер, развивающий меткость. Кидали только в центр мишени, причем с огромной силой. Англичан это ужасно забавляло, но когда североморцы погнули почти все дротики, им пришлось признаться, что это игра, а кидать нужно вот так. Наши тут же потеряли к дартс интерес. Да ну, как-то несерьезно это. Англия могла бы без риска высадить 25-30 дивизий в Архангельск или перевезти их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками. Но у Англии не было нетранспортных средств, чтобы перевезти в Россию эти 30 дивизий, это более 450 тысяч человек. Не самих этих дивизий. В беседе с послом Майским Черчилль откровенно признал, в ближайшие 5-6 недель вам может помочь только Бог. Правда, вы в него не верите. Военное положение СССР, по оценкам англичан, было критическим. Пал Киев. Ленинград был полностью отрезан по суше от остальной страны. Из сообщений британской разведки Черчилль знал, вермахт в ближайшее время начинает наступление на Москву. 22 сентября 1941 года Черчилль весь день работал с ящиком. Так он называл свой архив. Тогда же он обратил внимание на доклад начальника штаба Королевских ВВС, в котором говорилось, что 20 числа в небе над Мурманском британские Харрикейны сбили три немецких мистер Шмидта, при этом не потеряв ни одного своего самолета. Премьер-министр назвал это одним из немногих радостных событий последних дней. Случалось, мы сопровождали русские бомбардировщики Пе-2, прекрасные самолеты, которые пилотировали выдающиеся летчики. Мы ждали, пока они бомбили врага и защищали их на обратном пути. Когда мы их сопровождали, русские не потеряли ни одного бомбардировщика. И это очень хорошо, ведь нас постоянно атаковали, они чувствовали себя в безопасности. 28 сентября британские пилоты получают приказ сопровождать наши бомбардировщики в рейде на мост через реку Печенгу, мост стратегический. По нему идет поставка техники, живой силы и топлива немецкой группировки под Мурманском. И пока мост цел, Мурманску угрожает опасность. 12 Харрикейнов прикрывают наши бомбардировщики СБ и Пе-2. Надо сказать, что мост уже бомбили не раз, но безрезультатно. Попасть в него очень сложно. Он хорошо прикрыт зенитками и истребителями врага. Но на этот раз придумано оригинальное и очень неожиданное решение. При штабе Советской Армии в Заполярье работали ученые, геологи, гидрографы и почвоведы. Они-то и предложили нанести удар не по мосту, а по берегу реки, чтобы вызвать оползень. Три миллиона кубометров грунта сползли в реку на протяжении километра. Вода вышла из берегов и стометровый деревянный мост был раздавлен точно спичечный коробок. Впервые в истории снабжение целого фронта было прервано искусственно вызванным природным бедствием. Немецкие войска застряли в замерзающей тундре на 11 дней. Попытка вермахта до зимы взять Мурманск провалилась. Мы держались очень близко к русским самолетам. Летели крыло к крылу. Это было что-то вроде дружеской шутки. Внезапно в иллюминаторе одного из бомбардировщиков в Пе-2 англичане с удивлением увидели радостное лицо плотника 151-го авиакрыла Капрала Флокхарта, который участвовал в боевом вылете на месте стрелка-радиста. Каким образом Флокхарт, который не знал ни слова по-русски, пробрался на закрытый для англичан аэродром Ваенга-2 и упросил взять его с собой неизвестно на все расспросы, он молча улыбался. Полковник Рэмсботом Ишервуд сказал ему потом, «Я восхищен вашим поступком, это было чертовски здорово, но если бы бомбардировщик, на котором вы летели, сбили, вы поставили бы меня в крайне затруднительное положение». Ступайте! 1 октября на аэродроме Ваенга-1 ждали большую группу военных корреспондентов. Дело в том, что в Кремле наконец решили использовать присутствие англичан как пример успешного сотрудничества СССР и Великобритании. До этого о их нахождении здесь никем и нигде не упоминалось. В состав делегации входили такие известные писатели, как Константин Симонов и Юрий Герман. Фотографы Михаил Бернштейн и Евгений Халдей долго мучили терпеливых англичан. Снимали у хоррикейнов на летном поле в солнечный морозный день. Гости стучали зубами, но сохраняли улыбки. Поначалу корреспондентов озадачила фраза, сказанная одним из советских летчиков «Мы с британцами дружны», пообрывали друг другу все пуговицы. А потом выяснилось, что и те, и другие просто большие любители сувениров. На кителях англичан сверкали наши звездочки, знаки различия, знаки родов войск. Так что пришлось и нашим журналистам вскоре выворачивать карманы для того, чтобы пополнить, как они шутили, коллекцию британского музея. 6 октября состоялся первый налет немецкой авиации на Ваенгу. Бомбы рвались на ледном поле и рядом с казармами. Около 20 юнкерсов 88-х налетели и бомбили нас на аэродроме. Это был мой выходной. Идти было некуда. Я тогда сказал своим «В воздухе безопаснее, чем тут». Я побежал к самолету и взлетел, пока бомбы сыпались на поле. А русские подумали, что я из себя строю хорошего парня. Но, честное слово, просто в воздухе было безопаснее. Три Харикейна с разных сторон атаковали бомбардировщик и вскоре подожгли его. Сафоновцы сбили еще один юнкерс. Немцы стали поспешно сбрасывать бомбы и разворачиваться в сторону линии фронта. Харикейны и И-16 преследовали их. В это же время группа из шести Харикейнов возвращалась со свободной охоты и, увидев юнкерсов, вступила с ними в бой. Вражеские бомбардировщики оказались зажаты между двух огней. Командир 134-й эскадрильи майор Рук так увлекся преследованием, что оторвался от своих. Заметив группу истребителей, он принял их за родные Харикейны, но, сблизившись, внезапно увидел кресты на крыльях. Это были 109-е мистершмиты. Один из немцев открыл по нему огонь. Рук увернулся и ответил залпом из 12 пулеметов. Немецкий истребитель взорвался в воздухе. Англичанин остался один против четырех мессеров. Шансов у него не было никаких. И вдруг немцы развернулись и устремились в тучи. На помощь Руку пришли Миги, ведомые капитаном Кухаренко. Вместе они вернулись на Ваенгу-1. По итогам воздушного боя в документах ВВС Северного флота было зафиксировано. Два Юнкерса 88 сбитых советскими летчиками. Два Ю-88 и Мессершмитт 109 сбитые англичанами. Также английским пилотам записали повреждения десяти Ю-88. Это были последние сбитые британцами в районе Мурманска немецкие самолеты. Теперь 151-е крыло могло приступить к выполнению своей главной задачи — стать центром по освоению британской авиатехники. Каждому летчику и технику на это выделялось по пять дней, при том, что все инструкции были на английском языке. А система измерений была в милях, фунтах и галлонах. Так что переводить, пересчитывать и переучиваться приходилось одновременно. Они учились управлять нашими Харикейнами, чтобы потом учить этому других. Это были очень-очень опытные летчики. Сафонов, Кухаренко, Родин, приятные и дружелюбные. Сафонов сразу стал пилотировать машину, гоняя ее, что называется, и в хвост, и в гриф. На вопрос, зачем командиру полка этим заниматься, он отвечал, конечно же, надо. А как я посажу в эту машину летчика, тем более молодого, если не знаю, способна ли она воевать? Сафонов был очень талантливым летчиком. Он знал все о двигателях, о двигателях самолетов. Он всегда приходил к нам и смотрел, что мы с ними делаем. как мы их обслуживаем. Насколько мы могли судить, ему нравились эти истребители. Экзамены у летчиков и техников принимал самый строгий британец, главный инженер 151-го Гиттинс. Наши сдали со средним баллом 80 из 100. Гиттинс потом сказал, что за такое короткое время подготовиться и получить такие высокие оценки могут. Он, Гиттинс, министр авиации Синклер и все. Русские в большинстве своем были четко ориентированы на результат. К черту инструкции, просто иди и делай. Они летали при любых условиях, в сплошном тумане, они были слегка сумасшедшие в этом смысле. Все, что им было нужно, это одержать победу. Мы передали русским все, в том числе наше летное снаряжение. Просто забрали наши личные вещи, такие как зубная щетка и полотенце и передали все. Тим Элкингтон попросил у сержанта Романова вахтенные журналы в графе о передаче самолета сделал запись. Питер Даниэль Петр Данилович Романов отныне является гордым хозяином великолепного истребителя. Британцы еще не уехали, а советские пилоты уже начали сбивать немецкие самолеты на английских машинах. 25 октября 15 юнкерсов бомбили наши войска и мост через реку Ура. На перехват вылетели летчики только что сформированного 78 истребительного авиаполка. Старший лейтенант Диамин Синев стал первым советским пилотом, который сбил немецкий самолет на Харрикейне. 20 октября полковник Ишервуд отправляет в Лондон телеграмму «Все самолеты переданы советским пилотам». Ответ из Министерства авиации гласит личному составу «Готовиться к возвращению на остров отныне 151-ое крыло перестало быть самостоятельной боевой единицей». И небо над Россией на Харрикейнах теперь будут защищать сами русские. С конца 1941 по начало 1943 года именно Харрикейны были самым массовым истребителем, который использовался советскими летчиками в Заполярье. Конечно, к этому времени он был уже не новаторским и не передовым, проигрывая по многим статьям более современному и более мощному спидфайру. Но именно на плечи Харрикейнов легла основная тяжесть забот по отражению налета немецкой авиации и прикрытию союзнических конвоев первой половины Великой Отечественной войны. Летом осенью 1941 года только в Заполярье Люфтваффе не удалось захватить господство в воздухе. За период наиболее активных действий с 22 июня по 1 ноября 1941 года по советским данным в Заполярье в воздушных боях был сбит 151 немецкий самолет. Наши потери за тот же оставили 125 самолетов, включая потерянные в результате авиационных происшествий и технических неполадок. 24 ноября оставшиеся британские летчики и механики покинули аэродром Ваенга и, прибыв сюда в Мурманск, погрузились на три английских военных корабля, которые в сопровождении ледокола «Ленин» стали выходить в открытое море. И тут из-за сопок на бреющем полете появились 12 Харикейнов с красными звездами на крыльях. Они шли строем, принятым только в королевских ВВС Хенден Фармегерс. Ввел их майор Борис Сафонов. Официально в полетном задании было написано воздушное прикрытие кораблей, но все понимали, русские не могли не прийти и не попрощаться. Весь личный состав 151-го крыла столпился на палубе, англичане размахивали руками, кричали «До свидания! До свидания!» А наши еще раз и еще раз заходили на бреющем над кораблями, пока хватало запаса топлива. А потом все самолеты резко ушли вверх и скрылись в облаках. В марте 1942 года майор Борис Сафонов, капитаны Иван Туманов, Алексей Кухаренко и Александр Коваленко были награждены британскими крестами выдающихся летных заслуг. Это было первое и единственное награждение этим орденом советских военнослужащих. Командир 151-го крыла Рэмсботом Ишервуд, командиры эскадрильей Рук Миллер и наиболее результативный пилот Сержант Хоу были награждены высшим советским орденом, орденом Ленина. И это тоже был единственный случай награждения британских военнослужащих. После расформирования авиакрыла и 134-й и 81-й эскадрильи продолжили свой боевой путь. Пер арду аволябимус пролетим над трудностями. Это девиз 134-х. А вот их эмблема латная рукавица изменила свой цвет. Она стала красной в память о боях в небе над Советским Союзом. А 81-я эскадрилья, несмотря на то, что потом воевала и в Англии, Гибралтаре, на Мальте, в Северной Африке. Своей эмблемой вообще выбрала красную звезду с наложенным на нее мечом. И девиз они тоже привезли из Заполярья «non solum nobis» не только для самих себя. мы все были поражены широтой русской души. То, что русские дали нам, было колоссально. Этого я не смогу забыть никогда. Я уверен, что мои коллеги также не смогут этого забыть. Русские люди и их отношение к нам было потрясающим. И память об этом с нами на всю жизнь. Операция «Сила Бенедикта» завершилась. Конечно же, в масштабах великих сражений Великой войны это был совсем небольшой эпизод, но память о полярном братстве советских и британских летчиков, как нам кажется, навсегда осталось в этих краях. Скорей домой, спеши конвой, нелегкий долг исполнен твой. Тебе крылом махнут друзья в небесной синеве скользя. Родной Британии холмы встречайте нас, вернулись письмой. Храните вечно имена всех тех, кого взяла война. Храните вечно имена всех тех, кого взяла война. Редактор субтитров